Субтитры делал DimaTorzok Это вкусно и интересно! Итак, есть идея, начинается! Итак, дамы и господа, шоу кулинарных идей, есть идея, начинается! Здравствуйте! Сегодня у нас суперфинал! Ну что ж, напомню, друзья, что мы сегодня собрались для того, чтобы вывести одну кандидатуру в суперфинал, где наши финалисты, которые уже были в программах и делали свои блюда, будут бороться за главный приз, предоставленный 49-м каналом. Это вот такая мультиварка. И три персоны, которые сражаются за этот приз. Финалистки, прошу вас! Жанна Перкова, номер первый! Здравствуйте! Меня зовут Жанна. Я в суперфинале, приключение продолжается. У меня появляется азарт. Номер второй Дина Клементьева. Ваши аплодисменты! Привет, Дина. Рад тебя увидеть. Проходи, пожалуйста. Здравствуйте! Я Дина Клементьева, и я снова в суперфинале. Финалистка Валерия Никитенко. Ваши аплодисменты! Ты же финалистка, правда же? Здравствуйте! Меня зовут Валерия. Я рада вновь погрузиться в эту фантастическую кулинарную атмосферу. Девушки, посмотрите, пожалуйста, на столы. Все ли у вас готово для того, чтобы ваши блюда стали самыми интересными. Напомню, что блюда разновесные, условно говоря. Но мы должны выяснить, какое же блюдо может называться по-настоящему сибирским. Именно поэтому три рецепта. Сегодня я буду готовить яблочный десерт. Для этого мне понадобятся яблоки, кинза, соленые фисташки, куриный филе, к которому, собственно, я буду готовить яблочный десерт. И это будет очень вкусно. Сегодня я буду готовить мясную лазанье. Для этого мне потребуются листы лазаньи, мука, томатная паста, масло, молоко, конечно же, фарш и лук. Сегодня я буду готовить мексиканское и испанское блюдо кисадилию. И мне для этого понадобится куриная грудка, зеленый горошек, кукуруза, листья салата, болгарский перец, томатная паста, тортиллес и сыр. Ну что ж, друзья, давайте посчитаем для того, чтобы наши конкурсанты начали приготовление. Раз, все вместе! Два! Три! Поехали, девочки, приступайте! Я знакомлю вас с теми людьми, которые сегодня отвечают за баллы. То есть те, кто будет выставлять баллы, их трое. Среди них врач-диетолог Альбина Никитина, главный врач клиники восстановительной медицины. Ваши аплодисменты! Алина, здравствуйте! Яков Мерзляков, повар, шеф-повар, мой давний-давний знакомый, которого я всегда рад увидеть в нашей студии. Ваши аплодисменты! Надежда Холмогорцева, ведущий специалист Сибирского федерального центра здоровительного питания. Ваши аплодисменты! Уж кто-кто разбирается в том, что нужно кушать и как правильно это делать, так это действительно она. Расскажи, что делаешь. Так, то есть сначала обжариваем... Я сначала обжариваю лук, потом добавляю фарш. Делай, говори, делай, мы прям наблюдаем все это дело. А тут даже фарш добавляем? Да. Так, дальше что? Так, вообще лук вот в идеале надо бы порезать кубиками. Почему? Длинными штучками вот этими вот кольцами. Ага, а именно кубиками? Да, на штучке это хорошо. Слушай, ну подожди, а у тебя получится точно или помогать тебе? Не, я сама. Сама, молодец, умница. Слушайте, а между тем вот на третьем столе, смотрю, прям уже подготовка полным ходом. Для кисадили необходимо, чтобы куриная грудка была мелко порезана? Или необязательная? Мне кажется, тут множество вариаций. Так, ты какой выбираешь? Я крупно. Ага. Не люблю мельчить. Так. То есть всего должно быть много, крупно, тогда не исчезает настоящий вкус курицы, да? Тогда его можно ощутить. Да, только ее будет не чувствоваться. Почему? А, это такая задумка или что? Это фишка? Ну я по своим вкусовым предпочтениям. Хорошо. Так, вижу, ага, все продолжается. Бульончик так называемый, да, уже? Да, да, да. Не получается, да? Ну я считаю, что я разгадала загадку, нет, плиты. Смотрите, друзья, расскажи, куда ты обмакнула мяско, ты не будешь ее доставать теперь? Закипела, все, все. Попрощались с мясом, попрощались со вторым кусочком мяска. Топи его. Топлю. Итак, вода закипела, я добавила морковку, лучок, я добавила чуть-чуть розмаринчика, да, горошек, перец и кориандр, тоже горошком. И чуть-чуть мускатного ореха. Слушай, ну а вот подожди, а нормально ли то, что ты в самом начале варки добавляешь сразу все специи? Сначала я сделала овощной бульон, так называемый. Слушай, а фисташки какую роль выполняют здесь? А, то есть они не туда? Нет, 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 они в гарнир. Вот мы сейчас варим курочку, вкусную курочку, я надеюсь, вкусную курочку мы варим. А гарнир здесь как раз вот этот вот фисташки, кинза и яблоко. Я помню, что в прошлый раз было обалденно, друзья, мы таким образом выясняем, какое все-таки блюдо считается у нас по-настоящему сибирским, представьте, фактически ни одного по-настоящему сибирского блюда нет. И какой рецепт самый оригинальный, мы выясняем прямо сейчас с помощью наших уважаемых гостей. Друзья, возьмите микрофончик. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, я болею за участницу под номером 1, Жанну. Так, вас зовут? Светлана. Так, хорошо, Жанна, безусловно, яркий рецепт, интересный, сама персона яркая. Что удивительного для вас в ее рецепте? Удивительного и необычного, я считаю, что из фруктов мы делаем гарнир. По-моему, это самое, что здесь необычное. Согласен, абсолютно верно, замечено очень хорошо. Фруктовый гарнир случается в нашей жизни крайне редко. Да, очень редко. Ну, я не знаю, я как-то жарил яблоки, на самом деле, в качестве гарнира, но это было очень... Но очень пожалел потом. Да нет, ну, знаешь, что за... Да она все-таки лезет, смотри, как все равно... Ну, я волнуюсь. Ай, рано волноваться. Хорошо, спасибо вам большое. И подождите секунду, а из оставшихся... Ты меня спугнул. Ты хорошо сделал. Я не попробовала. Ты хорошо сделал. Из оставшихся двоих рецептов какой, по-вашему, самый необычный, оригинальный, интересный? Ну, я думаю, что все-таки под номером три, потому как это мексиканское, что-то такое необычное. То есть лазанья у нас уже не впечатляет, а вот подаванная... Ну, она как-то, вот скажем, ну, она впечатляет, но все-таки, когда мы сравниваем... А вы пробовали делать лазанью? Я ее пробовала есть, а не делать. И поэтому блюдо под номером три, мне кажется, тоже оригинальным. Хорошо, принято. Номер третий получает один балл за оригинальность от наших гостей. Прошу вас, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Ксения, я болею за номер два Дина Клементьева. Так. Вот, я считаю, что это блюдо для настоящих мужчин, чтобы покормить своего мужа и накормить его конкретно. Хорошо, что у нас есть мужчины в зале. Да. А что в нем экстраординарного и необычного можно узнать? Как по-вашему? По-нашему это мясо, все-таки которого нам не хватает. А что в нем необычное? Обычный домашний фарш, сейчас она его пережарит с луком, да и все. Это будет безумно вкусно, я считаю. Мясо должно быть всегда, каждый день. Вот, вот оригинальность в том, чтобы мясо должно быть всегда. Да. Вот тут прям пятерка. Аплодисменты, спасибо. Начала курочка поджариваться, ты видишь, да? Молодец, хорошо, не проследи. Здесь у нас фактически фарш уже готов. И еще нет. Классно. Слушай, а ты его просто слоями выкладываешь на листы, да? А томат на пасту тогда зачем? Добавляешь сюда? Да, я сейчас добавлю сюда просто. Что еще будет добавляться сюда? И будет прям все. Мука добавляется в соус? Да, мука для соуса, масло для соуса, молоко тоже для соуса. Хорошо, ну ладно, господи, дай бог, чтобы у тебя все получилось. Хорошо. Итак, профессиональный разбор оригинальности блюд с помощью нашего жюри, которое выставляет первый балл блюду, которое, по их мнению, считается максимально оригинальным. Я же только, пожалуйста, аргументированно, чтобы мы понимали, что вы действительно присваиваете блюду балл за настоящую оригинальность. Ну вот мы посовещались, и все-таки номер один для нас самый оригинальный десерт. Почему, скажите мне, уважаемые судьи, почему номер один? Ну, дело в том, что, как бы, кесадия, в принципе, ну, известная в нашем городе. Лазанью тоже, в принципе, каждый, по крайней мере, слышал об этом или там видел. Подождите, давай, чтобы не быть голословными. Друзья, кто ел лазанью, скажите мне? Я. Хорошо, правдивые слова. Вот, а номер один десерт, где присутствует из фруктов яблоко, да, а еще куриное филе, а еще кинза, а еще там лук, морковь и орешки. И чеснок будет обязательно. То есть уже какой-то, это самое, интрига, десерт. Вот, вот, вот что нужно было услышать аплодисменты! И прям ставим барщик! Номер первый получает балл за оригинальность! Запись! Итак, смотрим, что здесь. Яблоко, наконец-то, начало крошиться. Слушай, а не кажется, для тебя для гарнира крупноватое яблоко порезано, нет? Нет, нет. Так, хорошо. Оно должно быть хрустким, как мы любим говорить, как мы, повара, любим говорить. Да что? Простите, а от чего зависит та самая хрусткость, которую ты провозгласила? Очень интересно, когда есть такой достаточно большой кубик яблока, есть достаточно большой кусочек орешка. Интересное очень сочетание во рту. Одно хрустит, второе такое тверденькое. И курочка здесь такая всплывает, и буль-буль-буль вот так. Да, и курочка, буль-буль-буль. Так, и яблоко еще, я так понимаю, ты будешь добавлять. Ну да, мы же делаем... Скажи, а роль оливкового масла? То есть ты в гарнире... Сейчас я буду оливковое масло прогревать вместе с чесноком и перцами. А, то есть термическая обработка. Я думал, ты просто... Ну, немножко. Но такое, я его не буду кипятить. Я сделаю так, чтобы в нем была такая достаточно температура... В температуре раскрылся чеснок и перец. Ага, чтобы они проявились. Да. Все, распустились, условно говоря. Хорошо. Смотрим, что здесь. Слушайте, ну реально мужское блюдо. Горячо. Горячо. Вы посмотрите, что творится. Лук поджарился, фарш уже там распустился и даже слегка выжарился. Оператор, который держит камеру, просто истекает слюной. И, наконец-то, та самая паста томатная добавляется. Она прям с кусочками фруктов, овощей, простите, как ты видишь. Лучше всего, лучше всего. Если это будет перец красный. А, больше? Пикантности больше, чем... Нежели там... Все остальное. Да, да. То есть это уже... Я чувствую опыт, говорит тебе, да? Опыт об огромном. Хорошо. Все, молодец, умница. Хорошо, пусть так и будет. Так, друзья, а вот посмотрите, что происходит. Смотрите, значит, на тортилью мы выложили сыр и ждем, когда он подплавится. Потому что, я так понимаю, ты именно этого хочешь добиться. Еще не ждем. Не включили плиту. Да. Почему? Как? Не понимаю тогда. Ну сейчас я выложу, потом... А, и только тогда уже включаем. Ага, то есть сыр должен одновременно расплавиться и подогреть верхний слой, состоящий вот как раз из куриной грудки. Да, 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 да. Там он уже у нас... Что еще говорит? Вырежь, что еще быстренько. Где? Вот здесь начинки. Кукуруза, горошек, курица, томатная паста и перец красный. Я просто очень люблю острую еду. Я не пожалела перца. Ребята, будет жарко. Хорошо. Смотрите, что происходит. Прямо в масло, которое, как мы и говорили, мы слегка лишь просто подогреем, чтобы спустились все запахи. Мы перчик вот так вот втусовали, условно говоря. Втусовали, да, да, да. И чесночок втусуем туда же. Все. Немножко поменьше плиту. Так, хорошо. А здесь ты уже отставила сковороду, да? Я перехожу к соусу, да. Отлично. Так, то есть нагрелась посудина для соуса. Да. Что туда добавляется? Сначала масло. Сейчас масло, да. Прям много масла, да? Прям, да, не надо жалеться. Пусть лучше останется, чем... А, то есть... Я так, я так считаю. Ты, то есть, только топишь масло, то есть не сюда будет все выкладываться, я имею в виду, все остальные ингредиенты? Нет, 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 нет. Хорошо, сейчас диетологи возрадуются такому количеству масла. Хорошо, друзья, посмотрите, накрываем все, что мы создали, еще одним слоем сыра и сверху еще одна тортилья. Друзья, те, кто сегодня у нас собрались в зале, у вас есть творческое задание. Я напомню, что оно у нас традиционное. Выслушав, что делают наши конкурсантки, вы имеете возможность добавить им один балл в их боевой актив с помощью придумывания названия для блюда. Но учтите, что мы вообще-то собираемся выяснить, какое блюдо считается у нас максимально сибирским. Поэтому включите фантазию, сибирское название для не совсем сибирских блюд с вас буквально через несколько минут. В это время я хотел бы обратиться к нашему замечательному жюри. И у нас есть возможность оценить теперь еще и полезность блюда. Вы видите, как происходит готовка. Вы уже наверняка знаете, что из себя представляет кисадиля, которую представляет номер третий. Что такое традиционное лазанья с хорошим количеством мяса номера второго. И некая темная лошадка с фруктовым гарниром номер первый. Как по-вашему, что максимально полезно из всего того, что собираются приготовить наши дамы и почему? Альбина Никитина берет в руки микрофон. Здесь должны быть аплодисменты, друзья мои, точно. Спасибо, Альбина. Блюдо номер три. Сочетание будет белка, овощей, остростей и углеводов. Блинчик-то сам у нас будет углеводный. Мало того, там еще некоторые консервированные ингредиенты, вкрапления. Ну, как бы условно полезное, скажем так. Потому что грудка была отваренная, она не была никак термически больше не пожаренная, ничего. Но вот в сочетании с блином оно будет, ну, как бы тяжеловато для переваривания в кишечнике. Подождите, а можно барабанное... Друзья, давайте поаплодируем, потому что либо сейчас мы потеряем эту кисадилю, либо мы ее перевернем. Раз, два. Рещи, рещи. У меня координация движения плохая. Яш, слушай, будь добр, отдай Якову, он тебе сейчас покажет мастер-класс, мы переворачиваем. Все, внимание на Якова и аплодисменты ему. Яша, будь добр, поучаствуй, пожалуйста, да. Иначе мы сейчас все разобьем тут. Мы ее потеряем. Да, иначе мы не поедим сегодня кисадилю. Смотрите, как это делается, друзья. Сначала отмей... Ой! Низ. Сам болезнь. Еще бы. Побаивается действующий повар, потому что действительно не хочется испортить продукт. А на руку ее переверни, вот так на руку. Не, 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 она разольется, рассыпется. Я так думаю. Отстал нижний блин? Да он и не прилиплялся. Он не поджарился еще, надо еще пожарить. Поэтому, да, жарь себе спокойно. Яш, далеко не уходи, как только возникнет необходимость. Блюдо номер два, это те же самые наши обычные пельмени, только вот они будут немножко модифицированные. Из томатной пасты. Поэтому в диетологии белок с чистыми углеводами, он не приветствуется, и поэтому оно будет у нас, ну, почти что на третьем месте. А на первом месте по полезности у нас будет блюдо номер один. Вот тебе и аплодисменты! Почему? Потому что грудка только отваривается. Так. Еще и со всякими там овощами и приправами. То есть у нас получился очень вкусненький такой вот кусочек мяска. Откуда такой рецепт и все, и все будет понятно. Ну, наверное, опять из бабушки на какой-нибудь книжке. Не знаю, сейчас посмотрим. Был консилиум, на который были приглашены великие мира сего. Великие, да, великие. Мама, папа. И я. Хорошая семья. Слушайте, уважаемые диетологи, скажите, а если просто вот взять кусок мяса и начать его отваривать, ну, эти курицы тем более, не теряются ли его свойства при этом? Это, конечно, минимально. Они тоже теряются и частично выходят в бульон. Так, поэтому бульон для людей с плохим пищеварением, для тех, у кого температура, он как бы проще. Это очень все дискутабельно на сегодняшний день, потому что вот если раньше после всяких там хирургических операций на кишечнике и больные, которые кишечником страдали, им давали бульон, то на сегодняшний день это прям даже, как считается, запретом. Но при этом вот есть бульон первый, а есть бульон второй. В первый бульон выходят всякие экстрактивные вещества, а второй бульон, ну, типа вот тут как-то вот он лучше. А как они различаются, это первый и второй бульон? Ну, отличается тем, что когда мы бросаем мясо сразу в воду, и вот она закипает, этот бульон сливается, а потом снова наливается холодная вода, снова бросается кусочек мяса, этот же, и вот уже это второй бульон. Послушать диетологов вообще, это самое вкусное, что в блюде номер, в бульоне номер один. Ну, нет, 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 нет. Потом бы варивается еще такой вкусненький бульон, что, тем более с приправами, да, когда это овощи, когда добавлена еще какая-нибудь специя, очень даже хороший бульон. Итак, балл достается номеру первому. Балл достается номер один. Добрый, поставьте его! Спасибо. Слушайте, ну вот вам, пожалуйста, номер первый уже два балла, пока остальные конкурсантки без них. Но, поверьте, это ничего еще не значит, и вас я тоже... Ну, я уже... Хорошо, а зрители уже точно знают, как называется то, что мы сегодня будем кушать, да? Поэтому прошу вас, те, кто готовы, кто уже подумал, прошу. Здравствуйте, меня зовут Марина, я болею за Валерию. Мы решили назвать блюдо «пикантный блинчик». Пикантный блинчик, не зря на то, что это Мексика. Но так как все-таки напоминает она «блин». Да? Продолжим, пожалуйста, кто у нас с названиями, кто... Ага. Синя, болею за номер два, Дина Клементьева. Я все-таки за то, чтобы наши мужчины ели мясо, поэтому мы назовем блюдо, очень поинтересно, мы назовем его «довольный муж». «Довольный муж» номер второй, друзья, ты! Браво! «Довольный муж» блюдо называется «Довольный муж». Отлично. О, курицу мы точно не провороним. Ой, я смотрю, уже она прямо уже готова. Ой, на срезе прям просто прелесть. Как ты думаешь, можно выключать плиту? Я думаю, что да. Да. То есть все, наше приготовление... Да, все, что касается термической обработки, оно закончено. Слава тебе, Господи. Хорошо. Вспоминая то, как это блюдо называлось в тот раз, учитывая контекст, который... Что это в этот раз? Да, в этот раз. Ну, я предлагаю таким образом назвать «Яблочно-пряная песня». «Яблочно-пряная песня!» Понятно. Напомню, в тот раз была «Яблочно-пряная мелодия», потому как акцент был на гарнире, а сейчас на целом. А сейчас на песне, потому что добавились слова, судя по всему, да? Раньше была. Хорошо. Так, выкладываем соус, а сверху будет выкладываться уже и фарш. Да, да, да. Здесь есть одна пометочка. Вообще, вот эти листы нужно в горячей воде сначала размочить, чтобы они были помягче. Вот. Забыла. Что забыла? Смазать. Низ? Да. Низ. Не волнуйся, достаточно жира. Ты возьми ложкой, ложкой клади, ложкой клади, тогда вот этот жир, который у тебя в фарше, он протечет вниз и пропитает полностью все слои. Ну да. А здесь у нас. Май-май-май. Так, но только мы, это еще не все, да? То есть это еще будет украшаться каким-то образом. Хорошо. Я думаю. Давай-давай-давай. О, пошло. Красиво. Кладем красивенько, на самом деле. Очень красиво. Так, мало того, я напомню, название это не простое, это «Сытый муж», насколько я помню, да? Довольный. Довольный, да. То есть не просто сытый, а еще и довольный. То есть это блюдо для настоящих мужчин. Ну, пока что ни один мужчина не жаловался на такую его займу. А скольких мужчин ты уже окормила этим блюдом? Да, сколько выживших среди них, скажи. Можешь, есть какая-то статистика? Число? Да, да, нам нужна цифра, конечно. А вот, не скажу. Ах ты хитрая какая. Секрет. Хорошо, друзья, ладно. Сейчас мы узнаем, кому достается балл за оригинальное название. Это тоже в компетенции нашего жюри. Мы не только вкусы оцениваем, но и эстетику, полезность блюда и еще и вот, видите, да. Надюш, прошу. Посовещавшись, мы решили практически единогласно отдать балл номеру 3. Номер 3 получаем балл за оригинальное название. Не только за оригинальное название, но и за оригинальное действие в шоу. О, да, да, составляющая шоу тут была. Это тоже очень интересно смотреть. Я, так понимаю, готово. Бери в ручки, чтобы камера увидела вот так. И аплодисменты, потому что здесь все уже готово. Балл за скорость, рассказывай, что там. Отварная грудка. Отварная грудка. Грудка отварена в овощном бульоне, в который мы, когда водичка закипела, добавили морковочку, лучок, всякие травки, приправки. Лаврушечку. Лаврушечка в конце. Ну, хорошо. Да, она есть, но она в конце. Хорошо. Затем мы туда бросили курочку, она у нас там потомилась, лаврушечку в конце добавили. Так. Гарнир. Сам гарнир. Яблочко порезали, кинзу порезали, перемешали. И заправили все это прогретым маслом с чесноком и смесью перцев. Я вот вижу, что и вот сюда масло угодило. Да. И все. Прямо на мяско. И творчество, и случилось дальше творчество, да. И спонтанное. Мяско сверху, конечно, атмосферы же такие, творческие. Понятно. Поэтому на мяско сверху я чуть-чуть капнула тоже смесь перцев, которая была прогрета в масле. Дабы добавить сочности, скорее всего. Я надеюсь, сочность. Аллилуйя. Хорошо, аплодисменты. Жанне молодец, с умничком. Аплодисменты. Есть у нас еще одно блюдо замечательное. Кисадили, если хотите кисадили. Держи, держи, держи. И рассказывай, что там. Здесь лист салата. Кисадили. Нет, расскажи, что внутри у кисадили. Это очень любопытно. Да. Вытягивай вот так вот. Держи, рассказывай. Внутри у кисадили находится. Держи. Томатная паста, зеленый горошек, кукуруза, красный перец и... Куриная грудка. Куриная грудка, конечно. Ребята, аплодисменты. Так, номер второй. Пока еще только... Можно мне поставить? Скажи, сколько в духовке... Я думаю, минут 20-30. 20 минут. Сегодня мы не уйдем никуда. Ночуем здесь. Да, все дело в том, что вот в наших блюдах есть разница. Потому что это горячее блюдо, да? Действуй, действуй. А салат есть, салат все-таки. Построгал, порезал, побросал, как бы и вот. Давай, выкладывай последний слой. Я думаю, что... А, все уже, да? Отлично, все. Нет, 20 минут вряд ли. Сколько я ж... Да, я не знаю, минут 10-15, я думаю. Ну, да, это... 8 минут даем на все про все. Так, между тем, конкурсанты заканчивают приготовление своих блюд. Ну, а мы сейчас выясним, кто из них максимально технологично и быстро и ловко мастеровито приготовил свое зачетное блюдо. Мнение жюри учитывается, безусловно, потому что это в вашей компетенции. Ну, и мы сначала спросим у зрителей, как по их мнению, кто из наших уважаемых конкурсантов все-таки был близок к тому, чтобы стать настоящим поваром, настоящей хозяйкой. Прошу вас, высказывайте, девушки. Я хотела... Ну, понятно, что номер третий ваш... Конечно, понятно, что номер первый этот вообще без вариантов. Хорошо, если... Но... Почему? Что технологичного? Что было такого? Ну, вообще, если должен сказать, если честно, и мне очень нравится, потому что с большой фантазией все сделано, безусловно. Ну, а ваше мнение? Ну, вот мое мнение, если мы не учитываем, допустим, первый вариант, я не могу, да, то я бы поставила номеру второму. Так. Да, потому что... Больше всего возьми. Да, потому что вот именно, что такое сложное блюдо, но тем не менее, это все было сделано, на мой взгляд, очень технологично. Вот, аплодисменты, хорошие слова. Аплодисменты, друзья. Я все равно голосую за номер два, потому что... Ну, я знаю, что же остается делать. Потому что это сделано с таким трудолюбием, это нужно было время. Так. Это не салат порезать, реально, это сделано было с любовью, с трудолюбием, и было затрачено время. Номер два. Безусловно, номер второй, аплодисменты. Ну и, ага, прошу. Ну, именно по вкусовым предпочтениям конкурентов я бы отдала номеру два. Я уже сказала, что блюдо мясное, вкусное, аппетитное, но, а вот по технологии, скорости приготовления, это все-таки, наверное, номер один. Номер первый, конечно же, спасибо вам большое. Да. Ага, прошу. А я бы отдала все-таки номер, третьему номеру свой голос. Так как Валерия у нас вообще не любит готовить, она занимается очень редко, а здесь для нас она это делает. Она, кажется, не любит готовить все-таки. А чем она занимается в данный момент, можно узнать? Соус, наконец-то, она начала сочинять. Так, что в соусе? Ну, просто. Сметана. Не может быть просто, соус не бывает. Ну, сметана и зелень. Так, и все. Летний соус. Так, а чеснок ты туда не будешь выдавливать? Не люблю я его. Слышали? Не люблю я его. После него целоваться неудобно. Да, мало ли кому придется. Я же должна о личной жизни людей других. Все правильно, все правильно. Вдруг кто-то сегодня собирается еще и... Поэтому ограничимся. Если честно, я бы еще и томатной пасты добавил. Но я понимаю, что это уже не технологично. Ну, может, креативить? Диетологи, не, меня диетологи, наверное, казнят сразу. Скажут, ты что, сдурел? Ой, как-то тут. Ни в коем случае. Итак, разбор полетов жюри. Это мы с вами решили, что самые технологичные те-то и те-то. А они-то точно знают, глядя на нас со стороны, с высоты своего положения. Это все-таки жюри. Сейчас они нам скажут, кому мы поставим балл за самое технологичное использование продуктов и самое технологичное приготовление. Кто похож на повара? Кто больше всего повар в этой студии из трех участниц? Если честно, все трое похожи очень на повара. Ты прям уже представляешь их в колпаках, такие они жарят-парят. Ну, вот номер три, да, так как он мне ближе к сегодняшней передаче стал. И я вот сегодня, да, вы уже прям сроднились. Мы же вроде как там команда небольшая. А это всегда очень сплочает, когда становишься командой, готовишь одно блюдо. Поэтому я склонен, конечно, к номеру три балл будет это дать. Ну, так как я не один здесь. А, то есть на тебя надавили. Мы посовещались и в итоге номер два. Номер второй получаем балл! Наконец-то за технологичное. Ну, действительно, больше всего хлопот. Мало того, нужно было не проследить соус, чтобы он... Соус, это самое сложное. Да, согласен. Посмотрим. Хорошо. Хорошо, уважаемые диетологи. Значит, мы сегодня здесь наблюдаем три вида приготовления и три вида белка, я имею в виду. Какой, понятно, технологичнее, конечно, все-таки фарш. Какой у дуба варимее проще, интереснее в плане диетологии и, условно говоря, питательнее для человеческого организма? То есть, пожар... Там отваренная была грудка, да? Да. А, вон что. Хорошо. Отваренная в воде, отваренная в бульоне и обжаренный фарш. Да, кстати, между прочим, мясо еще иногда и маринуют. Может быть, и этот способ был бы гораздо гуманнее и эффективнее. Надежда? Ну, мясо, в принципе, едят и сырым, если уже на то пошло, да, но... Даже человечину едят сырым. Да, но денатурация белка, она все-таки необходима для того, чтобы он усвоился. Поэтому кулинарная обработка, она для того и есть, чтобы организм лучше усваивал белок. Секунду, а вот как, по-вашему, уважаемый диетолог, человечество смирилось с тем, что мы все равно термически обрабатываем? Или все-таки это какой-то, ну, нас можно отучить и совсем не обязательно варить, жарить, парить. Ешь сырым, да и все. Почему? Это опасно есть сырым мясо? Или почему мы едим? Здесь очень много аспектов. То есть, во-первых, это усвоение самого продукта. Разумеется. Обработка термическая. То есть, чтобы усвоилось эффективнее, необходимо термически обработать? Да. Вот. Но это имеется в виду мясо. Ну, понятно, да, мы сейчас о мясе говорим. Не имеется в виду овощей. Разумеется, да, мы сейчас о мясе. Во-вторых, мы уже приспособились к тому, что мы употребляем все-таки термически обработанную пищу. А, то есть наши организмы? Уже, естественно, уже, можно сказать, даже на генном уровне уже приспособились к этому. Как глубоко микроволновка с плитой внедрились в наше тело? Да, ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Да, 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 сменили огонь на микроволны. Да, 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 ужасно. Хорошо. Ну, если говорить о том, что мы видим сегодня, о тех способах приготовления, то, конечно, отварная куриная грудка, она наиболее, скажем, полезна с диетической точки зрения. А с точки зрения сытности? Сытности. Если вы имеете в виду количество калорий, конечно, это сливочное масло с обжаренным фаршем, здесь уже нет никакой конкуренции. Никто не догонит. Это однозначно. Нас не догонят, слышишь? Нас не догонят. Хорошо. Я всё. А то, что касается общего блюда, да, номер один, конечно, ну, скажем так, наиболее близок к диетическому. Нельзя сказать, что совсем диетическому. Так, а почему нельзя? Потому что используются приправы, перец. Если у человека есть какие-то заболевания, то он уже об этом знает и просто не будет использовать эти приправы. Так, а в остальном? А в остальном никаких вообще претензий нет, но, конечно же, в лечебные столы, наверное, включать не будем. Но очень близко к диетическому блюду. Аплодисменты! Спасибо. Можно ещё немножко добавить по поводу того, что не только наш организм привык к этому, а ещё ведь очень много микробов и микроорганизмов живёт в мясе. И мы их с помощью термообработки убиваем. И они добавляются к мясу. К мясо, к мясу. Да, то есть... Поэтому в данном случае вот термическая обработка, она обеззараживает мясо. Любой кусок мяса, который вы приготовили, уже фарширован бактериями, микроорганизмами, инфузориями, туфельками. Сырой мясо, сырой фарш, я знаю, что есть люди, и я в том числе, когда был молодой... Есть люди, которые кушают фарш сырый. Это нормально? Это ненормально. Можно попробовать на соль, насколько я знаю, есть у поваров такой способ попробовать фарш. Но они должны его, по-моему, прожевать и выплюнуть. То есть только для того, чтобы ощутить вкус. Только для того, чтобы почувствовать вкус. Ни в коем случае не внутрь. Да. То есть это уже опасно. То есть мы... Да. На такой инстаграме... То есть мы можем получить пищевую токсикоинфекцию, которая мало не подходит. Чего? Пищевую, простите? Токсикоинфекцию. А, токсикоинфекцию. То есть это... Ну да, отравление. Отравление, ага. То есть это будет либо... Инфекция токсинами. Либо вверх рвота, либо вниз на горшочек бежать. Да нас, судя по всему, не испугаешь уже. Вот почему севы у меня останавливали. Да, да, да. Вот почему севы вначале все время останавливали. Все уже, да? Ага, тихо, друзья. Вытаскиваем нашу лазанью. Ха-ха-ха. У тебя минута на оформление, и мы уже готовы. Ой, слушайте, ну она прям... Она прям реально лазанья. Где аплодисменты? Я не слышу! Там такой слой, посмотри, бульончика какого замечательного. Жир какой. Все, хорошо, выкладываем. И будем бороться уже за право быть признанными в последней категории, которая у нас называется вкус. Рассказывай. Ну, как готовилось? Все случилось, все все видели. То есть обжарили фарш с... Да, я говорю, есть нюансы, которые не сделаются. Необходимо учитывать. Не сделались, да. Это размачивать, не кипятить, не варить, а просто размачивать, чтобы немножко были помягче. Это листы, потому что они как бы сами по себе, ну, как макароны, они твердые. Но здесь такой момент, сильно тоже их нельзя, чтобы они были мягкие. А что ты посоветуешь, просто обмакнуть или все-таки подержать? Кипячем, допустим, скипела вода, ну, не прям, прям кипит, а положить, чтобы она полежала чуть-чуть. А потом уже... А потом это все, да, уже выкладывать. То есть смазываем соусом, прокладываем фаршем, кладем лист, смазываем соусом, прокладываем фарш. Итак, девушки, прошу вас, берем свои зачетные блюда и теперь уже выносим в зал для того, чтобы у наших гостей была возможность продегустировать аплодисменты. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я напомню, друзья, что мы присутствуем при суперфинале, когда все финалисты и победители наших конкурсов за весь прошедший отчетный период, за весь год пытаются отстоять право называться лучшим кулинаром, лучшим рецептом нашего города. Теперь внимание нашему жюри, и вы выставляете последние баллы, которые адресованы как раз вкусу блюд, которые вы сегодня отдегустировали. Прошу вас, Альбина. Вот мне довелось, посчастливилось, да, жюрить тогда, когда у нас участник номер один был с этим же блюдом на финальном участии, и я отдала свой голос тогда ей. И в то же время вот сейчас вы подтвердили тот вкус, который был, и это бесспорно совершенно, это очень необычный рецепт, и он действительно достоин программы «Есть идея», потому что вот прочитав его, никогда бы, наверное, сама бы его не стала делать, но попробовав сделать, можно дома несколько раз и удивить еще своих гостей. Блюдо номер два. Долго, нудно. Да не нудно, не, весело. Хорошо, не нудно, весело, но долго. Да, долго готовилось, все очень аккуратно, очень хорошо, замечательно. И я согласна совершенно, что этим нужно кормить мужчину. И вот точно мы этим накормим. Пусть у них быстрее печень отвалится, их все равно не кормим. Печень не отвалится, мясо нам дает мужчинам тестостерон, да, уровень тестостерона достаточно такой. А без этого девчонки тоже страдают. А без этого девчонкам никак, поэтому мой голос уходит в блюдо номер два. Отлично, номер второй получаем первый балл за супервкус. Напомню, что первый балл за супервкус, а счет таков. Номер первый три балла, номер второй два балла, один из которых за вкус, ребята. Номер третий пока, к сожалению, один балл, но я думаю, что решит дальнейшее участие нашего жюри. Надежда. Первое блюдо, как я говорила, оно очень и интересное, и необычное, и с диетической точки зрения особенно правильно. Но почему-то вот нам не повезло в жюри, у нас попалась очень жесткая курица, прям вот не знаю почему. Но надеемся, что это просто качество продукта. Блюдо номер три, оно оригинальное, но возможно, мне кажется, должно быть еще острее, чтобы почувствовать, сильнее вот это ощутить. Это я как все наколдовал, что оно перевернуло и все, и перец куда-то шу-шу-шу испарился. В мексиканской нотке вот хотелось бы чуть побольше. Блюдо номер два, на самом деле, хочу сказать, что просто восхищена, как вы это готовили, потому что я дома разбиваю это на несколько этапов. Сначала утром сделаю фарш, потом днем похожу, еще подойду, да. Нет, ну это я утрирую, но тем не менее это очень трудоемкое на самом деле блюдо, да, и я удивилась, что в принципе человек выбрал это блюдо. Чуть-чуть не удались листы, но это опять-таки на вкус. Я наоборот люблю, чтобы вот немножечко было вот солидарен, да, не с хрустинкой здесь, как сказать, наоборот, не пропитанные, не развалившиеся такие листы. В результате балл? В результате уходит номер два. Номер второй, отлично! Вот вам и вкус, друзья мои. Ну что ж, Яков, слушайте, друзья, интрига, интрига, посмотрите, номер первый три балла, номер второй тоже три балла. И, к сожалению, номер третий у нас не набирает все никак баллов, всего лишь один балл, но между тем, Яков, зато круто, баллище, баляка. Ну, во-первых, всем спасибо, вкусно, накормили. Наконец-то! Да. Ну, если быстро пробежаться, вот самая хорошая подача, такая ближе к ресторанам, да, это номер один. То есть четко, если бы там еще маленько, там чуть-чуть по марке подтереть было, там салфеткой или как-то вообще идеально было. По вкусу, в принципе, все три блюда, ну, не то, чтобы как-то вот не впечатлили, ну, как-то не удивили, что ли. Ну, вот единственное, вот номер один, да, действительно, сочетание, вот я первый раз такое пробую. Отметил, да? Да, я отметил для себя, мне понравилось. Ну, во-втором, участник номер два, как бы, тесто все-таки мне показалось не приготовилось до конца. Аль денте? Аль денте, да. Да. Так, ну и мой балл все-таки уходит не потому, что я там помогал в чем-то там, но просто мне по вкусу как-то больше понравилось. Номер три. Номер третий балл. Отлично, друзья. Это означает, что хорошо, что я поел, ну, в смысле, попробовал себе три блюда. Беру апельсинчик и я должен сейчас этот балл кому-то отдать. Кому-то из наших конкурсантов. Так, номер третьему требует Альбина. Нет, мне надо подумать сначала. Друзья, я повторюсь, я уже попробовал три блюда последовательно. Первое, второе, третье, ожидая, что в третьем будет самое острое. Его, разумеется, чтобы не попортить вкус, нужно пробовать последнее. Потом прошелся обратно, потому что оно оказалось не очень острым. И должен вам сказать, как ни крути, все-таки во мне не только кулинар, но еще и слегка диетолог. Поэтому номер первый получает мой балл за то, что это блюдо не просто вкусное, но еще и очень-очень аккуратно сделано. Третья игра подряд, и я побеждаю. Похоже, все только начинается, но азарта во мне все больше и больше. Вот сейчас я хочу победить. Вот я хочу победить в финале. Я, к сожалению, не победила, но очень была близка к победе. Не хватило, может быть, энергии какой-то. Я просто настолько была... Я ушла в это блюдо, что я просто хотела сделать его идеальным, как обычно. Я считаю, несмотря на то, что сегодня я не выиграла, я считаю, что все равно мое блюдо было самое оригинальное, самое жгучее и самое-самое. Просто мне не улыбнулась кулинарная фортуна. Девушки, вас благодарю. Да, это всего лишь отборочный тур суперфинала. И вам всем вот по такой штучке напомню, что эти штуки должны раз в сезон меняться, поэтому каждая из вас вот такая вот замечательная штука. Ну, а мужчин гонять подсказывают мне. Ну, а у Жанны появляется возможность в финале уже посражаться за главный приз. Напомню, что это мультиварка, которую мы отдадим тому, чей рецепт судьи решат выявить и выделить победителя. Итак, друзья, шоу кулинарных идей вместе с вами. Спасибо вам большое за участие. Увидимся! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok